Девушки отдыхают Самое главное, что они совершенно свободны, поэтому только сегодня Топ-лист представит рейтинг самых завидных невест нашего шоу-бизнеса и даст тебе возможность познакомиться с этими красотками поближе. По достоинству наших кандидаток оценит настоящий сердцеед и завидный холостяк Алексей Воробьев. Мало появляется, мало новых лиц, которых ты видишь, смотришь, любуешься и получается, что, естественно, все уже так уходят замуж, женятся, все расходятся и получается, что завидных невест у нас маловато остается. Сегодня в программе. Сколько родственников при данном Усати Казановой? Сколько достоинств у Анны Семенович? Как завоевать сердце миллионерши Тины Канделаки? Десятое место. За гардеробом следят стилисты, которые могут и без Канделаки приехать к ней домой, чтобы отвесить одежду на ближайшие три дня. За детьми следят мама и свекровь. Сама же Тина ушла в бизнес. Об этом она говорит охотнее, чем о своей личной жизни. Словом, завоевать красивую, знаменитую и незамужнюю миллионершу очень непросто, но попытаться можно. Все-таки женщина уже была замужем, она уже там побывала, видимо, не понравилась. И она оттуда ушла и так же себе живет, спокойно чем-то занимается. Люстина, она все-таки безумно умный человек, очень начитанный. А вы знаете, девушка с таким сильным умом, ей нужно встретить безумно такого же уверенного в себе, такого же умного человека. Ей бы идеально подошел какой-нибудь профессор. Эта сексапельная черкешенка уже несколько лет не сходит со страниц светской хроники. Она регулярно снимается для мужских журналов, побеждает в различных церемониях и эпатирует публику своими костюмами. Кроме того, Сати, как звезда со стажем, уже всерьез задумывается о семейной жизни. Но заметьте, пока только задумывается. Восточная красавица по-прежнему свободна. И если вам повезет, в придачу вам достанется элитная квартира в центре столицы. Шикарный внедорожник, двухудажный дом в Нальчике, настоящий кабардинский костюм и куча родственников. Сати Казанова, она потрясающая девушка, очень красивая. У нее красивый голос, она, безусловно, очень талантливая. И она совершенно точно завидная невеста. Потому что я уверен, что многие, как артисты, как, в принципе, многие мужчины, наверное, большинство вообще мужчин в нашей стране были бы счастливы увидеть рядом с собой, рядом с собой Сати Казановой. Пройти немножко гордый и показать, какая вот у меня, мол, красавица. Богатая, приданная Сати Казановой. И девятое место. Восьмое место. Анна Семенович. Несколько лет назад Анюта Семенович поймала букет невесты. Только вот с кавалерами она пока не определилась. Никому не приходится сомневаться в том, что кавалеров у девушки более чем достаточно. Ведь достоинства этой певицы невероятно внушительные. Ну, во-первых, Аня самая настоящая спортсменка. Так что растяжка у нее хорошая. Во-вторых, она неплохо поет, танцует, ведет мероприятия и позирует перед объективами фотокамер. Правда, после роли в сериале опытные критики не оценили актерский талант светской львицы и посоветовали ей продолжить петь. Но такой женщине этот маленький промах можно простить. В последнее время Аня все чаще признается, что давно мечтает о свадьбе, но кандидатов на горизонте пока не предвидится. Уверен, что есть безумное количество поклонников, мужчин, которые готовы перед ее ногами расстелить все вообще. Одеть ее во все, что угодно. Раздевать ее когда угодно, понимаете. То есть безумное количество людей, которые готовы ради нее на все. Но вопрос же в том, чего она хочет. А это всегда очень сложный вопрос. Анечка, она замечательная. Она потрясающе пляшет, понимаете. И она очень хорошо катается на льду. А это, поверьте мне, очень сложно. Мужчины, не теряйтесь. Скорее берите штурмом эту бушногрудую красотку. Вместе со всеми ее шубами, бриллиантами, платьями, олимпийскими медалями и набором роскошных снимков в стиле ню. Роскошные достоинства Ани Семенович. И восьмое место. Седьмое место. Анна Седокова. День, когда вражительная Анюта во второй раз выскочила замуж, стал траурным. Но этот траур продлился недолго. Седокова снова развелась. И теперь всем ее поклонникам снова стало хорошо жить. Анюта это понимает. Поэтому регулярно балует их не только творчеством, сколько регулярными откровениями в своем микроблоге о самых разных вещах. В работе с собаках, детях, мужьях, сексе. Последний иногда описывается детально. Ума не приложим. Сколько времени нужно на то, чтобы сфотографироваться так много, как Седокова? Да и неважно, все-таки ли созреть ее идеальной формы – это вполне себе удовольствие. Короче, если вы любите социальные сети и неплохо фотографируете, у вас есть шанс стать третьим Аниным мужем. Анечка, красивая девушка. Ну, какой рядом с ней должен быть мужчина, которого она полюбит так, что она не сможет думать больше ни о ком. Это то, о чем мы, наверное, все мечтаем. Чтобы встретить человека, который сможет в ее случае затмить спортсменов, или певцов, или кого угодно, или какие-то прошлые отношения, еще что-то, кто-то, кто сможет заполнить все эти пустоты в тебе. СОЦИАЛЬНАЯ АНИ СЕДОКОВА И СЕДЬМОЕ МЕСТО СМОТРИТЕ ДАЛЕ О чем поет Юля Савичева? Кто держит под контролем Настю Каменских? И как завоевать сердце Максим? ШЕСТОЕ МЕСТО Юля Савичева Еще недавно она напоминала девочку-сорванца. Взгерошенный стриж, шкарваны, джинсы, кеды. Так она обычно выходила на сцену. Сейчас Юленька надевает платье от модных дизайнеров, туфли на шпильке и завивает локоны. Она повзрослела и стала более женственной и мудрой. А песни у нее все больше прозрелую страсть, а не подростковые всхлипы о несчастной любви. А все почему? Да потому что Юленька самая настоящая завидная невеста. Так что не теряйтесь. В наше время, видите, мы можем проследить четкую тенденцию. В наше время девушки перестали куда-то торопиться. Особенно если мы говорим о девушках, которые актрисы, артистки, певицы в большинстве случаев. Повзрослевшая Юля Савичева. И шестое место. Пятое место. Настя Каменских. Эта очаровательная брюнетка уже давно числится в рядах завидных невест. Сколько себя помним, ну ни разу не слышали ничего о личной жизни Настюши. Хотя поклонников у нее хоть отбавляй. Наверное, Потап ее никуда не отпускает. Кстати, многие уже думали и усыпись Потапа, и даже создать двойника Насти. Возможно, они сделали и то, и другое. А возможно, и нет. Ну, из Каменских есть Потап. Но как бы то ни было, чтобы завоевать сердце Насти, нужно найти подход к Потапу. Недосягаемая Настя Каменских. И пятое место. Четвертое место. Максим. Дело-то в том, что у нее есть безумное количество людей, которые любят ее, которые ценят ее и которые слушают ее. Поэтому это все, мне кажется, еще может работать как некая подмена. Того, чего тебе не хватает в личной жизни, это и становится твоей личной жизнью. Потому что любовь других людей, она заполняет то, чего нет у тебя сейчас. Несмотря на то, что ее сердце не свободно, замуж Мариночка так и не вышла. Поэтому у всех, у кого потеют ладоши, при одном ее появлении в клипе или на странице глянца, смело заявляем, стать ее избранником, ой, как непросто. Максим – девушка с характером, и ежели что-то не по ней, берегите всех. А если вы готовы подчиняться и отдаваться ей без остатка на личное пространство, то вперед. Welcome! Покупайте ромашки, запасайтесь терпением и ждите. Рано или поздно она все-таки скажет «Да». Характерная Максим. И четвертое место. Итак, напоминаем. Бизнес-леди Тина Кандулаки открывает наш хит-парад и занимает десятую строчку. Богатые приданные Сати Казановой и девятое место. Роскошные достоинства Ани Семеновича расположились на восьмой строчке. Социальная Ани Седокова и седьмое место. Повзрослевшая Юлия Савичева заняла шестую строчку. Недосягаемая Настя Каменских на пятом месте. И всего в шаге от тройки лидеров. Характерная Максим. Четвертое место. Третье место. Полина Гагарина. Как утверждают психологи, если долго слушать веселую музыку и смотреть добрые фильмы, то можно самому стать очень добрым и веселым. И в общем погрузиться в нирвану. Но этой цели можно достичь гораздо проще. Достаточно найти в интернете фотографии Полиночки. Такой же доброй и веселой, какими вы мечтаете стать. Так что если для вас важно развивать в себе внутренние качества, попытайтесь завоевать сердце Гагарины. Она, кстати, весьма неприхотлива. Олигарха не ищет, а Брэд Питт не в ее вкусе. Так что вперед. У Полечки есть ребенок, и она тоже уже была замужем. Она потрясающая певица, но все равно у нее артистическая натура. Им, наверное, сложнее в жизни найти человека, который сможет быть таким же сумасшедшим, как и они. Поэтому им просто в поиске, понимаете, в активном. Неприхотливая Полина Гагарина. И третье место. Второе место. Нюша. Сегодня эту девушку, безусловно, можно назвать «наше все». За несколько лет ее популярность достигла своего пика, и в нашей стране уже не осталось подростка, который бы не прикрепил ее постер к себе на стену. Она молодая, стройная, спортивная, голосистая, а главное, совершенно свободная. Поэтому если вы хотите стать первым и последним мужем Нюши, бегом в спортзал или на танцплощадку. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо, она будет счастливой, и что у нее будет как в ее песнях, она будет сама выбирать свое чудо и будет идти так, как бы, по своей дорожке, так, чтобы у нее все так же и продолжалось. Активная Нюша. И второе место. И, наконец, самая завидная невеста нашего шоу-бизнеса. Первое место. Виктория Дайнеко. Ее жизнь – американская мечта и классика жанра. Девочка из маленького провинциального города любит петь, приезжает в столицу и становится суперзвездой. Все, хэппи-энд. У нас такое возможно только в сказке, но Вика Дайнеко в сказки не верит, поэтому и остается до сих пор свободной. Ждет Викуся своего одного, единственного и неповторимого принца. Да чтоб сразу на белом коне. Но принцы пока не подворачиваются. Так что, если вы голубых кровей и имеете белую лошадь, марш к Дайнеко. Вдруг повезет. Очень красивая, очень талантливая, безусловно. И я позавидую, порадуюсь за любого мужчину, который будет рядом с ней, потому что она действительно очень хорошая девушка. Королевские запросы Виктории Дайнеко и безоговорочно первое место. Вы смотрели топ-лист и рейтинг самых завидных невест нашего шоу-бизнеса. Они образованы, богаты и чертовски привлекательны. Так что советуем вам поторопиться. Ведь такие девушки на расхват. Всем завидным невестам найти завидных женихов, и чтобы они все были счастливые, завидные, невестные и женишные. А главное, не забывайте, что с каждой нашей программой вы становитесь еще на шаг ближе к нашим неповторимым звездам. Оставайтесь с нами, смотрите нас. Мы еще многое вам расскажем. Друзья, сейчас вот очень сложная ситуация. Меня попросили расставить с десятого на первое место. Ну вы скажите, ну какой джентльмен позволит себе сказать, что вот эта девушка должна быть на третьем месте, а вот и на первом? Я никогда не участвую в жюри в конкурсах красоты, потому что я бы их всех поставил на первое место, всем бы дал корону и сказал, девушка, вы прекрасны, идите домой. Варите щи, готовьте борщ, делайте что угодно, сделайте мужчин счастливыми, понимаете? И эти женщины, которых мы вот здесь вот видим в этом списке, они могут это сделать.